Добрый день! Сегодня мы поднимаем тему, которая часто обсуждается. Речь пойдет о молекулярных тестах, которые так или иначе могут позволить предсказать ответ на иммунотерапию. На самом-то деле здесь ситуация является достаточно простой. Дело в том, что сам по себе механизм воздействия иммунотерапии на опухоль достаточно сложный, и он связан с целым рядом факторов. Во-первых, для того, чтобы все-таки иммунная система опухоль распознавала, необходимо, чтобы опухоль была антигенная. Далеко не все опухоли содержат избыточное количество антигенов. Дальше эти антигены сами по себе не могут вызвать иммунитет. Существуют так называемые антигенопрезентирующие клетки, которые иногда называются дендритными клетками. Это разновидность макрофагов, которые антиантигены предъявляют лимфоцитам. Лимфоциты находятся в лимфатическом узле. Именно там формируется пул клеток, которые способны распознавать опухоль и уничтожать. Но лимфатические узлы пространственно отделены от опухоли, поэтому мало создать пул лимфоцитов. Эти лимфоциты должны еще подойти к опухолевому очагу и проникнуть в опухоль. Более того, в опухоли довольно много механизмов защиты от подобных лимфоцитов, поэтому зачастую и доставка, и эффективность этих лимфоцитов – это, в общем-то, вещи в достаточной степени затруднительные. Но, соответственно, и отсутствие ответа на иммунотерапию тоже может быть связано с достаточно большим количеством факторов. В частности, например, если мы говорим про отсутствие антигенов, низкая мутационная нагрузка – это одна причина устойчивости к иммунотерапии. Отсутствие презентации антигенов здесь, по крайней мере, в экспериментах показывает определенную роль системы HLA, которая участвует в распознавании, презентации антигенов. Угнетение доставки лимфоцитов, в частности, достаточно простые вещи, связанные с трудностью с нарушением кровоснабжения опухоли – все это достаточно, в общем, очевидные причины, по которым антигенный, по которым иммунный ответ может быть подавлен. Ну, посмотрите, здесь практически все вот эти факторы, они представлены уже в текстовом формате. Несомненно, наиболее известный маркер ответа на иммунотерапию, фактически один из немногих, который действительно применяется, это экспрессия леганда PD-L1. Это именно тот самый леганд, который фактически угнетает лимфоциты, которые поступают непосредственно в опухоль. Считается, что если в опухоли за счет опухолевых клеток или за счет иммунных клеток повышена экспрессия PD-L1, то именно это является причиной ускользания опухолей от иммунного ответа, и именно PD-L1 является мишенью, поэтому попытки так или иначе этот фактор убрать, инактивировать PD-L1, это может быть связано, эти попытки могут привести к активации иммунного ответа. Проблема заключается в том, что имеется несколько лекарств с достаточно близким механизмом действия. И что существенно? Существует несколько тест-систем, которые распознают экспрессию PD-L1. Эти тест-системы не дают идентичные результаты. Между ними есть расхождение. И к каждому препарату привязана своя тест-система. Более того, методы оценки очень сложные. В одних случаях оценивается пропорция опухолевых клеток, в других случаях учитываются не только опухолевые клетки, но и экспрессия PD-L1 на иммунных клетках. Но посмотрите, даже для единого препарата в разных категориях опухолей используются как разные способы подсчета. Например, в данном случае здесь речь идет только об опухолевых клетках. А когда мы говорим CPS, то речь идет не только о опухолевых клетках, но и другие клетки, которые экспрессируют PD-L1 и инфильтрируют опухоль. Помимо этого, пороги на самом-то деле позитивности, они тоже разные для разных опухолей. С чем это связано? Это связано с особенностями регистрационных испытаний. Когда отбирали пациентов регистрационные испытания, применяли определенные критерии отбора. Именно этот критерий отбора потом попадает в правила использования препарата. Посмотрите, на самом-то деле, насколько сложна эта система. У нас есть перечислены, с одной стороны, видите здесь тесты и привязанные к ним антитела, и, соответственно, к другим тест-системам разные лекарственные препараты и тоже разные системы оценки. Таким образом, получается, что это очень сложная область. И фактически, в теории, если вы планируете какую-то терапию, вы должны назначать именно тот тест, который привязан к данному препарату. Но более того, в отличие от мутационных тестов, даже абсолютно позитивные или абсолютно негативные результаты ПДЛ-тестирования, они не являются гарантиями ни отсутствия ответа, ни наличия ответа. И ПДЛ-негативные опухоли зачастую отвечают на имблодотерапию, и ПДЛ-позитивные опухоли зачастую на терапию не отвечают. Более того, что очень важно, ПДЛ-1 не является агностическим маркером. Для одних категорий опухоли его статус имеет значение, а для других категорий подобное тестирование абсолютно бессмысленное и не является легитимным. Но посмотрите, в данном случае речь идет о ПДЛ-статусе при анализе и ответа аденокарцином легкого на иммунотерапию. В данном случае ПДЛ-статус, несомненно, имеет вспомогательное предиктивное значение. Абсолютно такой же препарат, абсолютно такое же исследование, но вместо аденокарцином легкого используются плоскоклеточные карциномы легкого, а вот здесь никакой роли определения ПДЛ-статуса нет. Это интуитивно очень сложно понимать, что в одних случаях ПДЛ-тестирование показано, а в других нет. Таким образом, ПДЛ-1 не является агностическим маркером. Например, это ошибка фактически назначать ПДЛ-тестирование при меланоме. При меланоме все препараты, которые применяются, они применяются без учета ПДЛ-тестирования. Как и для многих иммуногистохимических тестов, особенно тех, которые связаны с довольно сложными процедурами подсчета позитивных клеток, для подобных тестов характерна недостаточная межлабораторная воспроизводимость. Это тоже является колоссальной проблемой, равно как мне кажется очень важным, что нет никакого биологического понимания, почему мы для разных опухолей, для разных препаратов используем разные критерии подсчета процента ПДЛ-тестирования позитивных клеток и разные критерии, что мы считаем позитивным случаем, что мы считаем негативным случаем. Еще раз говорю, что никаких оснований с точки зрения механизмов заболеваний или действия препаратов для подобной классификации, к сожалению, нет. Что пытаются предложить специалисты? Они пытаются предложить, в общем-то, дополнительные или альтернативные предиктивные маркеры. Ну, в частности, достаточно популярное было направление, которое показано, что чем более у конкретного человека разнообразен спектр антигенов системы Эчеля, которые могут помогать презентации опухолевых антигенов на лимфоциты, тем более вероятен ответ. Но посмотрите, в данном случае это мета-анализ различных исследований, где все характеристики опухоли анализировались. Вот это достаточно интуитивно привлекательная гипотеза, она не подтвердилась. А вот что интересно, ну, мне, допустим, как специалисту по молекулярной генетике, вот CD274 это полный синоним PD-L1, это ген, который продуцирует PD-L1. Оказывается, предиктивная значимость имеется не только для иммуногистохимической окраски, оказывается, предиктивная значимость наблюдается и для РНК-анализа экспрессии PD-L1. Почему это важно? Все-таки, в целом, РНК-анализ экспрессии, он легче поддается стандартизации, и он более воспроизводим. Здесь значительно лучше межлабораторная воспроизводимость, и мне кажется, что вот эти данные о том, что РНК-анализ PD-L1 тоже может в перспективе иметь какое-то значение, тоже важная информация. Много сегодня говорят о совокупной мутационной нагрузке. Единственный способ исследовать, выявить количество мутаций для каждой конкретной опухоли, это выполнить достаточно сложный тест, который предусматривает использование секвенирования нового поколения. Что важно? Совокупная мутационная нагрузка – это агностический маркер, универсальный маркер. Независимо от того, какой тип опухоли, если опухоль условно, скажем, имеет более 10 мутаций на определенный участок ДНК, эта опухоль является иммуногенной, и это увеличивает вероятность ответа на иммунотерапию. Неважно, какая опухоль, рак легкого или меланома, или рак почевого пузыря, совокупная мутационная нагрузка, сложный тест, но, так или иначе, здесь результаты являются агностическими, они универсальны для всех видов опухоли. Наиболее востребована иммунотерапия для лечения пациентов раком легкого, и здесь есть очень важный суррогат. Посмотрите, эта работа 2021 года, она демонстрирует достаточно очевидные данные, что объем совокупной мутационной нагрузки пропорционален анамнозакурения. Если пациент является курильщиком, то у него достоверно выше совокупная мутационная нагрузка, и именно поэтому в данной работе допускается использование анамнозакурения в качестве суррогатного маркера совокупной мутационной нагрузки. Поэтому самое главное у пациента с раком легкого не применять какие-то маркеры, а достоверно выяснить, являлся он действительно курильщиком или нет. Если являлся высокая вероятность ответа на иммунотерапию, если он являлся не курящим, очень маленькая вероятность ответа на иммунотерапию, многократно ниже. Очень частая ошибка, которая допускается в клинической практике. Здесь перечислены мутации, которые преимущественно встречаются у не курящих пациентов. Эти мутации приводят к очень интересному эффекту так называемой псевдоэкспрессии PD-L1, когда в опухоли огромный процент окрашенных клеток 80, 90, 100 процентов, но за счет того, что эти опухоли часто возникают у не курильщиков, у них мало мутаций, и они вообще не являются иммуногенными. Это очень большая ошибка. Использовать PD-L1 анализ без данных о всех других значимых мутациях. Здесь они перечислены. И именно вот эти мутации, которые здесь показаны, по сути дела они являются способом исключения пациентов из иммунотерапии, и в данном случае не только не надо проводить иммунотерапию, и PD-л тестирование в данном случае проводить нельзя, потому что даже если вы получите какую окраску, она не будет ассоциирована с иммуногенностью опухоли. Когда мы говорим про совокупную мутационную нагрузку, то не всегда есть такая необходимость делать пол секвенирования нового поколения, потому что для некоторых категорий опухоли, например, для рака толстой кишки, в целом, в целом, совокупная мутационная нагрузка, как правило, низкая, за исключением отдельных случаях, таких случаях, как называемая микросателлитная нестабильность. Микросателлитная нестабильность – это особый тип нарушения репарации ДНК, когда опухоль накапливает примерно в 100 раз больше мутаций, чем обычная опухоль. Микросателлитную нестабильность можно достаточно надежно выявлять при помощи суррогатных маркеров, и в данном случае подобный анализ выполняется молекулярными генетиками при помощи специальных методик, он требует всего несколько дней, он недорогой, он позволяет, по сути дела, заменить тест использования секвенирования нового поколения для отдельных локализаций опухоли. Каких локализаций? Это рак полстатяжки, это рак эндометрия, это рак желудка, но вовсе не другие разновидности опухоли. микросателитная нестабильность является называемым агностическим маркером, не столь важно, в какой разновидности опухоли вы нашли микросателитную нестабильность, здесь вероятность ответа на иммунотерапию представляется очень высокой. именно так микросателитная нестабильность была зарегистрирована в FDA в качестве первого агностического маркера, который может применяться вне зависимости от его опухоли. Но опять же, посмотрите на эту табличку. Если говорить по существу, если говорить по существу, то этот тест действительно имеет какую-то значимость в основном для пациентов с раком толстой кишки эндометрия. В какой-то степени изредка для пациентов с раком раичника и пациентов с раком желудка. Но в целом, на самом-то деле, микросателитная нестабильность при других видах опухолей, например, при раке поджелудочной железы, при раке лёгкого, практически не встречаются. Поэтому нет никакого основания все опухоли посылать на тест микросателитной нестабильности. Только рак желудка, рак толстой кишки, рак эндометрия. Для других крайне низкая вероятность, что вы обнаружите эту особенность. Заключительная серия слайдов. Нам удалось обнаружить ещё одну категорию опухолей, у которых характерна высокая мутационная нагрузка. Это очень редкая разновидность рака толстой кишки, наследственного рака, который вызывается инактивацией гена MUT-AH. Ген MUT-AH – это тоже ген, связанный с репарацией ДНК. Крайне редкое нарушение, поэтому для всех пациентов нет никакого смысла делать эти тесты. Но маркером возможного присутствия этой редкой разновидности наследственного рака является наличие редкой мутации в гене КРАС. Эта мутация, будучи частой для рака лёгкого, встречается крайне редко при раке толстой кишки. Посмотрите, как мы планировали нашу работу. Вот у нас общее количество случаев рака толстой кишки. Если правильно делается диагностика КРАС, то в половине опухолей наблюдается само по себе повреждение гена КРАС. Есть ещё мутации N-РАС. Но только в 4% опухолей наблюдается вот эта редкая для толстой кишки мутация КРАС G12C. Именно этих пациентов мы тестируем на мутацию и мы нашли несколько подобных пациентов. А как обосновать назначение иммунотерапии? Посмотрите, это обычная опухоль толстой кишки, в ней мало мутаций и нет красных точек, нет красных клеток, это инфильтрация лимфоцитами. Это опухоль с микросателитной нестабильностью, здесь высокое количество мутаций, поэтому высокая инфильтрация лимфоцитами красные точки. А вот это новая разновидность наследственного рака. И что у нас в клинике у Владимира Михайловича Моисеенко, у пациентки, у которой исчерпаны все возможности для стандартной терапии, с мутацией Евгений Мьютович и с высокой степенью лимфоцитарной инфильтрации, по решению врачебной комиссии, назначается препарат неволумаб, и у этой пациентки выраженный регресс опухоли, несмотря на то, что все возможности для терапии исчерпаны, и, к счастью, этот эффект продолжается до сих пор. Большое спасибо за внимание. Если у нас осталось время, то, возможно, будут вопросы. Спасибо.